Во имя Отца и Сына И Святого Духа. Аминь. Без благодатной помощи, но восстанавливает их и делает непобедимыми. Один из таких храбрых воинов Христовых, именно блаженный Никита, приобрел себе особенную известность после преподобного Исаакия Затворника. О нем сообщает достохвальный поликарп со слов святого Симона следующее. В бытность игуменом преподобного Никона, один брат Святого Печерского монастыря по имени Никита, начал просить игумена, чтобы он благословил ему подвизаться в одиночестве и уединиться в Затворе. «Сын мой, не будет тебе пользы при твоей юности сидеть праздно. Будет гораздо лучше, если ты останешься с братьей и работой вместе не потеряешь свои награды. Ты сам видел, как брат наш Исаакий Пещерник был соблазнен в Затворе бесами и погиб бы, если бы его не спасла великая благодать Божия по молитвам преподобных отцов наших Антония и Феодосия». Никита ответил на это. «Никогда, отец мой, я не соблазнюсь при каком-либо искушении. Я имею намерение твердо противостоять бесовским искушениям и буду молить человеколюбца Бога, чтобы он и мне подал дар чудотворения, как некогда Исаакию Затворнику, который и доселе творит многие чудеса». Тогда Игумен сказал ему более настойчиво, «Твое желание выше твоих сил. Берегись, сын мой, чтобы ты не пал за свое превозношение. Я повелеваю тебе служить лучше братьей и за послушание свое ты будешь увенчан от Бога». Однако Никита не хотел послушаться наставлений Игумена. Он не мог победить в себе сильной ревности к затворнической жизни. Поэтому, к чему он стремился, то и выполнил. Он заключился в пещеру, крепко загородил вход и пребывал в молитве один, никуда не выходя. Тем не менее, спустя всего лишь несколько дней он не избежал козней дьявола. Во время молитвенного пения он услышал голос, молящийся вместе с ним, и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам собою. Если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь благоухания Святого Духа. Он начал еще прилежнее молиться, говоря, «Господи, явись мне сам осязательно, чтобы я видел Тебя». На это последовал голос, «Не явлюсь я Тебе, потому что Ты юн, иначе Ты возгордишься и можешь пасть». Затворник продолжал слезно просить, «Никогда, Господи, я не соблазнюсь. Меня научил игумен не внимать бесовским искушениям, но я исполню все, что Ты повелишь». Тогда душепагубный змей, получив власть над ним, сказал, «Человеку, облеченному плотью, невозможно видеть меня. Поэтому я посылаю ангела моего, чтобы он пребывал с Тобою, а Ты твори его волю». Затворник поверил этим словам и, обольщенный, уже более не молился, но стал ревностно читать книги. Присем он видел беса постоянно молящимся о нем и радовался, думая, что это ангел творит за него молитву. С приходящими же к нему он много беседовал на основании священного писания о пользе души. Он начал даже пророчествовать. О нем повсеместно распространилась слава, и все удивлялись исполнению его предсказаний. Однажды он послал к князю Изяславу с извещением. «Сегодня убит князь Глеб Святославич. Пошли немедленно сына своего святополка на княжеский престол в Новгород». Как он сказал, так и исполнилось. Действительно, спустя несколько дней пришло известие об убиении князя Глеба. С этого времени еще больше стали говорить о затворнике, что он пророк, и вполне верили ему и князья, и бояре. На самом деле бес, конечно, не знает будущего, но что он сам делал, если, например, он научил злых людей убить или украсть, то он и возвещает. Точно так же, когда приходили к затворнику искавшие у него слово утешения, то бес, почитавшийся им ангелам, сообщал ему все, случившееся с ними. Никита пророчествовал, и все предсказанное им сбывалось. При этом никто не мог сравниться с Никитой в знании книг Ветхого Завета. Все он знал наизусть — книгу бытия, исход, левит, чисел, судей, царств, все пророчества по порядку. Вообще, все книги ветхозаветные он знал очень хорошо, а святых евангельских и апостольских книг, данных нам по благодати Божией, для нашего спасения и утверждения в добре, он никогда не хотел ни видеть, ни слышать, ни только читать, ни с кем он не хотел и беседовать о Новом Завете. Отсюда и стало ясно для всех, что он соблазнен дьяволом. Удрученные этим пришли к искушенному преподобные отцы — игумен Никон, Иоанн, который был после него игуменом, Пимен Постник, Исаия, бывший впоследствии епископом ростовским, Матфей Прозорливец, Исааки Затворник, Агапит Врач, Григорий Чудотворец, Николай, бывший епископом Тмутараканским, Нестор Летописец, Григорий, составитель канона, Феоклист, бывший епископом Черниговским, Анисифор Прозорливец. Все они, прославленные добродетелями, пришедшие вознесли молитвы к Богу о Никите и отогнали от него беса, так что Никита уже не видел его. Затем, выведшие его из пещеры, они просили, чтобы он сказал им что-либо из Ветхого Завета. Он же стал клясться, что никогда даже не читал тех книг, которые очень недавно знал наизусть, притом теперь он не знал из них ни одного слова. Теперь его едва-едва могли научить грамоте. Постепенно, пришедший в себя по молитвам преподобных отцов, он исповедал свой грех и горько раскаивался в нем. После этого он наложил на себя особенное воздержание и подвиги, начал вести строгую и смиренную жизнь и превзошел других в добродетелях. Человеколюбивый Господь, видя такие подвиги блаженного Никиты, не отвергая и прежних его добродетелей, в которых он упражнялся со дня юности, принял его истинное покаяние, и, подобно тому, как некогда, принимая покаяние святого Петра, трижды отрекшегося от него, сказал ему «Спаси овец моих». Так подобное же знамение принятия покаяния дал и сему блаженному Никите. За премногую любовь его, обнаруженную в соблюдении заповедей, Господь сотворил его пастырем своего словесного стада, возведший его на новгородский епископский престол. Там Господь, для удостоверения посомых и полного убеждения их в прощении святому случившегося с ним соблазна, прославил его добродетельную жизнь даром чудотворения. Так однажды, во время бездождья, святой помолился Богу и низвел дождь с неба. В другой раз он своими молитвами угасил пожар города. Много и других чудес он совершил. После доброго управления своей словесной паствою, он перешел ко Господу в вечную жизнь в 1108 году, 30 января. Епископом он был 13 лет. Погребен он с почетом в пределе Великой Церкви Святых Бога Отец Иоакима и Анны. Тело блаженного Никиты оставалось сокровенным в гробе в продолжении 450 лет, а затем, в 1558 году, в царствовании благочестивого государя Иоанна Васильевича, самодержца всей России, при митрополите Макарии и при архиепископе Новгородском Феодосии, мощи святителя Никиты были найдены целыми и совершенно невредимыми. До сего дня они источают многие исцеления, приходящих к ним с верою. Богу нашему слава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok